Вот надо бы мне сделать новые сейчас курсы. У меня вообще просто разрыв идет, мне сейчас срочно надо сделать новые курсы. Еще мне надо сейчас дописать несколько книг, потому что я в процессе все пишу. И еще мне надо подумать об отдыхе, потому что я много очень работаю. Еще надо купить новую одежку, какую-то одежду. Тоже это, знаешь, надо, приятно. Но это не главное. Мне надо сейчас найти новый еще персонал, хороший очень. И обязательно надо, вот у меня сейчас есть, я не буду говорить, но это точно не надо, поверь мне. Вот так вот начинается каждый день из моей жизни и из миллионов других жизней. Надо бывают разные. Надо бы запустить свой бизнес, надо бы уволиться и начать работать на себя. Надо бы стать зарабатывать больше денег. Надо бы перестать сидеть на шее у жены. Надо бы стать наконец-то самостоятельным человеком. Надо бы купить новую машину. И все надо. И ты понимаешь, вот этот вот ворох надо, он потрясающе огромный, потому что, как правило, надо действительно нужные вещи. Вот надо бы наладить работу в своей компании, чтобы работали все лучше, да, вот и систематизировать все. Масса полезных вещей, которые вот надо, но на которых почему-то нам постоянно не хватает времени. Вот постоянно его не хватает. Вот почему? Потому что есть вещи, которые мы делаем вне зависимости, да, от того вообще, что происходит. Вот мы их делаем. Ну, например, мы с утра просыпаемся, завтракаем, чистим зубы. Ну, никуда без этого, правда. Вот. Потом мы отвечаем на какие-то телефонные звонки, даем распоряжение какие-то вот в бизнесе в своем, да, или идем на работу. Вот. Потом нам кто-то звонит, мы снимаем трубку и болтаем там с подружкой. Вечером надо посмотреть телек, погулять с ребенком. Вот. Решить какую-то текучку, ответить на почту, да. И вот этим мы занимаемся каждый день. И каждый день мы думаем, вот надо бы это. Вот это точно надо. Без этого уже вот вообще никуда. И вот этот надо, это такая огромная корзина, которая превращается вообще в невероятных вот размеров, и все накапливается. И что с этим делать? Вот что-то же надо с этим делать, да, вот надо. Опять надо. Очень сложный вопрос. И получается так, что растем мы, да, и начинаем зарабатывать больше, и какие-то изменения в нашей жизни происходят, вот тогда, когда мы берем что-то из корзины надо и внедряем в жизнь, вот внедряем в нашу текучку. Каким образом это делать? Конечно, это огромнейшая проблема для тех, кто уже работает, вот таких, как я, да, когда уже бизнес запустился, все происходит, это тоже тяжело. Вот. Я в эти моменты сажусь и просто вот пишу себе все, что надо, вешаю это перед глазами, да, у меня это висит, вот, не сразу это до меня доходит все, да, я понимаю, что надо, но я начинаю ставить себе конкретные сроки и конкретные цели. Ну, например, например, мне нужно запустить новый курс, вот я уже точно знаю, что надо, вот, я ставлю дату, всем афиширую ее, вот уже есть, я уже продаю туда места на этот курс, еще не написал его, не сделал, вот, продаю, и уже понимаю, что у меня все, нету вариантов. Приходится отключать интернет, да, не спать ночь, там, не смотреть телевизор, ну, ничего я и так не делаю практически, вот, и делать. То есть, для того, чтобы вот надо превращалось в жизнь, реализовывалось, нужно, опять-таки, да, ставить какие-то себе вот жесткие рамки. Как правило, жесткие рамки нам ставят другие люди, то есть, когда мы перед другими людьми говорим, что мы это сделали, вот нам не остается выбора никакого, мы говорим им уже, а курс уже вот есть, они уже нам принесли деньги, никуда деться мы не можем от этого. Гораздо хуже, ну, то же самое обстоит дело с презентацией книги, например, да, ты афишируешь везде, разрабатываешь обложку, афишируешь ее премьеру, продажу, уже даже предпродажу делаешь, уже даже получаешь первые деньги и понимаешь, что, блин, вот, книгу можно писать, как экзамены, да, помнишь, как экзамены мы сдавали? Целый год нифига не делаем, но есть четкая дата экзамена, вот никуда не денешься, и сидишь, и зубришь, учишь, кричишь, шара, приди, еще кто-то приди, но выбора не остается. Хуже обстоит дело, когда, в принципе, тебе никто ничего не скажет, у тебя нет вообще бизнеса, нет вообще дела, да, вот, когда мы работаем в системе на работе, здесь немножечко сложнее, нам ставят под определенные условия, и мы их вынуждены пополнять, если мы их не выполняем, нас увольняют, там, не платят нам деньги, вот, я убиваю, вот, у меня кладбище есть, собственно, по этому поводу. Все говорят, почему у тебя персонал меняется, почему, потому что закапываю и убиваю, почему, а куда они деваются, ну, что я буду людям говорить, что я, вот, там, под офисом яму закапываю, нет, они у меня уезжают за границу все, практикой своей проходят, вот, ну, извини, съехала с темы, вот, так вот, хуже обстоит дело, когда тебя никто не может вот рекрутировать, да, вот, ты хочешь открыть свой бизнес, блин, вот, уже понимаешь, как бы надо, а что делать, не знаешь, вот, уже и книжку прочитал, и выучил ее, и поживал уже, уже, вот, пообещал себе, маме пообещал, папе, мужу, брату, свату, блин, и с утра проснулся, вот, а сегодня нетворческое вообще настроение, ну, вот, вот, понимаешь, вот с удочкой вот посидеть, подумать о вечном, и фигня, и, конечно, это проблема, это реально большая проблема, и вот даже если не так утрировать, как я сейчас это утрирую, все равно это проблема, завести себя и начать заводить бизнес очень тяжело, что помогает, помогает очень сильно, скажем так, окружение таких же людей, как ты, вот, таких же, которые тоже хотят запуститься, которые тоже дышат тем, что ты дышишь, да, не сосед Вася, который говорит, ой, да перестань, да, ну, блин, ну, пошли сейчас, вот, выпьем пивка, и будет нам нормально, да, пошли, ну, есть же сейчас деньги, у тебя нету, он у меня осталось, мама дала, и все окей, и все нормуль, да, там, давай там еще, мне тебе сколько еще, 23 года, да, я, ребята, вот первый мой совет, да, по этому поводу, во-первых, посмотрите на тех, кому 19, 20, 25, неважно, сколько вам лет, посмотрите на тех, у кого уже, кто, блин, уже купил себе Морс, кто уже ездит на классные курорты, кто уже покупает своей девушке, да, офигительные подарки, кто уже, тогда становится страшно, когда я начинаю сравнивать себя с теми, кто еще нет, я думаю, о, так я там среди своих, там, таких-то знакомых, самое классное, а когда я начинаю смотреть те, кто там, я волосы начинаю рвать, сразу же появляется сумасшедшая мотивация, вообще ненормальная мотивация, я вообще все, все свои какие-то подвиги в жизни совершаю вот из-за этого, да, у подружки появилась машина, а я все собиралась, вот скоро, скоро сдам на права, как только у нее появилась машина, у меня уже через два месяца были права, еще через три машины, как это произошло, никто не знает, у меня не было денег даже на автошколу, это происходит, но второй очень важный момент, и очень классный, и то, что я вижу сейчас на примерах моих учеников, как это работает, это когда нас становится много, когда собирается группа людей, вот с интересом, мне нужно запустить свой бизнес, и так думают каждый, и вместо того, чтобы друг другу рассказывать, почему мы не можем это сделать, мы наоборот друг друга мотивируем, и говорим, я заработал денег, у меня это получилось, это офигитительное вообще ощущение, когда вначале мы знакомимся, да, и все обыкновенные Петя и Вася, а проходит какое-то небольшое время, короткий промежуток, этот банк, и чувак говорит, какой, вообще никакой, я заработал, и раз девочка говорит, а я заработала, раз еще кто-то говорит, а я заработал, начинается взрыв мозгов, вот просто взрыв мозгов, даже я, когда смотрю на своих учеников, которые вот так зарабатывают, мне сразу же хочется открыть 25 бизнеса, я думаю, блин, ну круто, ну работать, но я хочу еще больше, еще больше, еще больше, поэтому очень важно, вот это вот окружение, да, абсолютно правильное, и классно зарабатывать деньги, это кайфово, и вот надо, надо забыть все то, что вы не можете, надо оставить всю эту текучку, это то, что надо, и надо заняться сегодня своей жизнью, надо уже, чтобы завтра все было, для того, чтобы было завтра, надо делать сегодня.